всем привет youtube привет вот очередные поделки вот такие будем делать мы наконечники для инструмента для подъема больших вмятин чтобы не делать заломов берем вот такую ерундистику резино-технические изделия резьба подходит 8 вот стоит это копейки в америке я на каком-то сайте посмотрел они там и по 50 и под 70 долларов вот и подумал можно у нас сделать по 50 и по 70 дрели и плюнь болгарочка вот и берем делаем разных диаметров во первых этот будет поменьше закругляем вот этот будет побольше диаметром то же самое более плоский и будут у нас такие наконечники для подъема вмятин вот ну так же в принципе можно и как пробойник использовать имеется ввиду когда надо там какую-то плоскость изнутри там допустим крыла или двери аккуратненько подвыстучить под напрячь то же самое ничего как говорится проблемного нет можно использовать с подушками сделать под резьбу снизу поставить подушку и где-то надавить под давить точно таким же вот окончанием она мягкая в принципе будет работать вся эта ерундистика продается либо на рынках либо в автомагазинах ну в общем кто где найдет и вот я решил немножко добавить ассортимент к своему инструменту вот так легко и быстро можно в принципе забацать такие вот наконечники все в общем то просто делается и быстро не отходя от кассы можно увидеть сейчас на свет покажу вот обрабатывал болгаркой практически поверхность обрабатывается просто шикарно это все видно ничего не надо не шлифовать не полировать прекрасно просто ну и следующий образец наш будет просто напросто по диаметру окончания побольше мы видим они сейчас примерно одинаковые здесь основание окончания вернее тоже была остренькая его спилил потом решил поделиться своими так сказать придумками вот и вот это окончание будет не то вот досюда я сточу будет больше по диаметру вот и все собственно потом я покажу что я с этим буду делать как бы как и вот так вот наш второй образец готов вот они два у нас получается вот разная диаметра вот что у нас получилось примерно по диаметру здесь 30 здесь не 30 здесь 25 здесь где-то 32 33 диаметр вот все это произвольно точилось вот мы берем вот и берем работаем потихоньку надо нам большей площади берем окончание больше площади ставим все это самоделки вот ну условно я тут не буду накручивать вот тут вот мне дали потестить то же самое и меня натолкнуло на мысль вот с китая пробойничек с комплектом насадок и я так подумал подумал думаю а чего бы мне не сделать вот такие вот насадочки есть это у меня пара тройка таких вот вот это заводского фасона по моему а вот ул солевый мастерс я не знаю я их немножко путаю может это одно и то же вот это алюминиевые вот наконечники в принципе я и делал на пробойники вот на такие вот потом вывел их в отдельный вид так сказать инструмента иногда бывает есть смысл ими точно также приподнимать слегка ну это кому как нравится кому как хочется в общем вот добавилось две у меня таких вот резиновых штучки для подъема больших вмятин чтобы не делать дополнительно заломов когда допустим работаешь вот такой площадью и когда работаешь такой разница очевидно что вот этим можно мягенько мягенько приподнять но это опять же упругую деформацию можно приподнять а если там уже деформация так сказать другого вида то там конечно такой инструмент уже не катит там надо брать споттер ну ладно не об этом вот такая вот маленькая задумочка ко мне пришла в голову я решил поделиться думаю что многим из вас пригодится я решил поделиться